Привет, Созидатель! Сегодня поговорим о рекламной бомбе. Как вы можете продвигать свой бизнес с помощью виртуальных туров нового поколения. Сначала посмотрите, как это выглядит. И об этом подробно расскажет Руслан Шантуров, который занимается как раз этим направлением. И чтобы не потерять это супер видео, сейчас будем прям на мониторе показывать все эти примеры, можете сделать репост в социальные сети или подписаться на канал, чтобы не потерять его быть в курсе. Рассказывай, пожалуйста, что же такое за виртуальные туры, которые всегда были известны, но здесь совершенно все по-другому. Что же по-другому? Я уже 15 лет занимаюсь продвижением умных технологий. И сначала это были умные дома, а сейчас мы продвигаем умную рекламу, новые технологии в рекламе. Эта тема не новая для мира. Виртуальные туры известны давно, уже на лет 5-7-10 их пытаются делать, пытаются использовать их для продвижения своих продуктов и бизнеса. Но на самом деле это мертворожденный продукт, никого особенного не зацепил в той старой формации, в которой он был реализован. Но это не пошло, потому что, во-первых, он нестабильно работал. Он требовал постоянно обновленного флэш, он имел плохой юзер-интерфейс со стрелочками, там нужно было нажимать, попадать пальчиком, не на всех телефонах он работал. Что же произошло сейчас? Мы можем использовать не фотоаппараты для создания трехмерных моделей, а специальные устройства, инфракрасные и лазерные сканеры. Благодаря большим числительным мощностям, которые мы используем, мы можем создавать трехмерные туры нового поколения, очень быстро, очень детализировано и, главное, очень интерактивно. Что значит быстро? Тысячу метров, 3 часа сканирования, 24 часа обработки, готовый продукт через сутки. Начну, значит, с первого глобального такого пласта направления, это презентация, продажа какого-либо пространства, любого. Это может быть шоурум, магазин, автосалон, арт-студия, клиника медицинская, парикмахерская, детский садик. Все, что нужно, красиво спозиционировать, показать и вызвать, скажем так, лояльность, доверительность у заказчика, у посетителя, у гостя, все можно отсканировать и создать в виртуальной 3D-моделью пространства. Итак, первое, что я хочу показать, это выставки. Выставочная задача, она отталкивается от того, что бизнес должен в течение 3-4 дней выстроить некий стенд, подобие шоурума, кстати. В этом стенде он должен разместить какой-то свой товар, пускай не весь, но какой-то значимый для него, и красиво показать о том, что это хорошая компания, хорошая продукция, наладить деловые связи, заключить договора. Это все нужно сделать за 3-4 дня. Как правило, в выставочные стенды вбиваются большие деньги, там вот миллионы и выше. Но самое ужасное, что их через 3-4 дня разберут в дребезги. Вот, например, покажем, как одна из европейских компаний, заказав у нас нашу презентацию, такой виртуальный шоурум, виртуальный стенд, заказала и сохранила свой стенд на выставке Акватерм уже на века. То есть вот сейчас мы видим, как это выглядит на сайте. Мы можем развернуть на весь экран и оказаться фактически внутри этого стенда, остановить, это не видео, пройтись, прогуляться, рассмотреть все устройства, которые там расположены. Мы можем посмотреть информацию, коммерческое какое-то видео, которое они сняли для этой цели. Прекрасное видео открывается прямо с интерактивной метки. Мы можем пролистать, перейти подробнее на сайт. Раз, улетели на сайт, пожалуйста, все про этот конденсатерный котел. Возвращаемся на модель. Если нам понравилось, мы можем поделиться ссылкой, скопировать линк, отправить куда угодно. Если, например, мы хотим это разместить в Фейсбуке, мы нажимаем вот так вот «Фейсбук», открывается такая красивая привившечка, она интерактивная. Нажимая сюда, мы перейдем на эту модель. Буквально прибежимся еще по выставочным вариантам. Госкорпорация Ростех пригласила нас запечатлеть их шикарный стенд на ВДНХ, достижения российских изобретателей, компаний, которые предлагают какие-то инновационные продукты, точно так же выставка прошла, но продукты все сохранились благодаря виртуальной копии. То есть мы создали, получается, виртуальную копию пространства, которое теперь можно использовать и для продажных целей. То есть данный тип создания виртуальных туров, он на самом деле стабильно работает. Он очень здорово повышает лояльность человека. Когда такой тур показывают, то всегда запоминают того, кто показал. То есть если мы возьмем, например, пять компаний, у которых будет пять фотографий, например, о выставке, и возьмем одну компанию, которая будет в новостях висеть вот такой 3D-тур, однозначно запомнит ее. Это же игра. Реальная ходилка, как мы называем, бродилка, исследование пространства, а эти интерактивные точки лично я воспринимаю как артефакты. В каждом есть бонус какой-то, интересная информация, переход на интересный сайт. Один из заказчиков мы делали так в интерьерном салоне для того, чтобы привлечь какую-то интересную активность к исследованию пространства интерьерного салона. Мы прямо на входящей точке, прямо вот когда входишь в интерьерный салон, мы разместили яркую красную метку. Там написали «Найди фиолетовую метку, прочитай кодовое слово BINGO, позвони нам по этому телефону, скажи слово и получишь 10% скидку на покупку». В итоге что мы получили? Интересную интерактивную модель. Ходим, бродим, ищем метку, находим, получаем бонус, все счастливы. Стенд компании Ego Engineering. Огромный стенд, в Бухана, боюсь, представили даже сколько, но точно больше 5 миллионов. На стенде представлены образцы оборудования. Компания очень правильно подошла к расположению интерактивных меток. В каждой метке есть описание товара, есть подробный выход на их сайт. Причем, заметьте, как здорово. Мы идем к ним на их сайт, и эта же модель у них крутится на первом же футере на заглавной странице. И фактически они, создав такой тур, они создали себе еще один шоурум. Как раз один из наших кейсов, который реально проходит просто на ура, это мы из стендов создаем виртуальные шоурумы. То есть они их, получается, через 3-4 дня сохранили и заставили работать. Эти деньги, вложенные в этот тур, им это обошлось очень недорого все. В общем, самое главное преимущество – это выставка круглосуточная, круглогодичная. Никакого программного обеспечения для размещения этой модели на сайте не нужно. Мы просто передадим iFrame ссылку, айтишники заказчика размещают эту ссылку у себя на сайте, и сразу же она начинает работать, привлекая посетителей посетить эту выставку. А как продавать помогает менеджерам вообще как это происходит? Вот есть такая модель. Разумеется, любому бизнесу нужно наращивать продажи. И нужно уменьшать время принятия решения покупателям перед покупкой, что мы поняли, как это срабатывает, как это помогает продавать. Например, если менеджеру нужно показать своему заказчику конкретно, вот обсудить с ним нужно поставку вот этих труб, конечно же, ему нужно, чтобы заказчик получил вот эту модель, и оказался он не с самого начала, там с другого угла, а именно вот здесь, чтобы он оказался на самом вот этом месте. Он нажимает на клавиатуре U, английскую, копирует эту ссылочку и отправляет ему просто смс-ка, WhatsApp, Telegram, почта, как угодно. Ее нужно скопировать в клипборд и вставить в новую страницу. Пожалуйста, мы оказались прямо именно здесь. Это называется ракурсная ссылка. И таких ракурсных ссылок в ассортименте, получается, у продавца, в инструментах, может быть, любое количество. Это очень здорово для интерьерных салонов, для каких-то обсуждений совместных проектов, каких-либо устройств. То есть мы можем очень динамично, имея специалистов на разных концах, отправлять в общем чате конкретные ссылки на конкретные ракурсы и обсуждать конкретно то, что нужно обсудить. Плюс к этому еще и качество. Я сейчас увеличиваю просто мышкой ролик скроу происходит. Вот, пожалуйста, я могу читать текст, также могу рассматривать детально какие-то узлы, элементы, не знаю, ювелирные украшения, там что угодно. Там фитинги. Каждый, кто заказал у нас виртуальный тур своего пространства или объекта, чего угодно, получает как доп. опция еще абсолютно бесконечное количество фотографий. Одна точка съемки нашего сканера имеет разрешение 132 мегапикселя. Вот то, что я сейчас делаю, да, вот любой ракурс, вот это все, вот каждый ракурс, это фотографии. Мы можем сделать бесчисленное количество фотографий нужного ракурса для заказчика и выдать его с разрешением 7000 на 4000. То есть это... 7000 на 4000 пикселей. Да, это разрешение выше, чем у зеркалок даже. То есть и дальше уже заказчик может ее обработать как угодно. То есть либо мы это сделаем по его заказу, либо это его штатные специалисты уже обработают так, как ему нужно. Но сам факт, что вот эта виртуальная модель, она является источником огромного количества фотоматериалов. Это вечная проблема. Снимаешь на видео, и тебя просят, ой, у вас-то можно стоп-кадрги с видео сделать, но с видео они, извините, Full HD. Да. Здесь достаточно хорошее изображение, что можно на сайте использовать. Да, прекрасно. Покажу еще один потрясающий пример просто выставочного пространства на выставке Mosbill. Был представлен концепт, проект Perfect Home. На выставке был построен целый дом. В этом доме были представлены работы ведущих европейских, российских дизайнеров. Здесь на каждой экспозиции есть описание, кто это сделал, что за компания, сайты, инстаграмы. То есть все, все, что нужно для прокачки конкретного бренда, конкретного продукта, все эта модель позволяет реализовывать. И, конечно же, это безумно нравится нашему заказчику, потому что они понимают, что создавая такой продукт, мы создаем игровую, продажную, рекламную модель. Ну а продавать, играя, это мечты для рекламщиков. И заказчикам это нравится, легко заходит, и рекламщикам нравится легкий, красивый продукт. А в интерактивных метках мы размещаем любую информацию, которую предоставляет нам заказчик. Текст, ссылки или видео, например, с YouTube. Или, например, ссылки на PDF-презентации или PDF-описание. Плюс в этих метках можно сделать переходы на другие модели, на другие 3D-модели. А вот количество ссылок как-то ограничено, которое вы делаете? Нет, единственное правило, нельзя ставить много меток в ограниченном пространстве, потому что метка сама по себе, графически она достаточно большая. Она большая для того, чтобы быть удобной и просматриваемой для и больших компьютеров, экранов, и еще и с мобильных телефонов. Поэтому по своей сути нельзя повесить метки на витрину с золотом. На каждое золотое изделие нельзя. 2-3 метки, 5 даже на витрину можно, но 100 меток на витрину ставить нельзя. Хочу обратить внимание, как это прекрасно, красиво интегрируется в сайт. То есть есть сайт, красивое окно, в нем работает модель. Вот мы даже для чистоты эксперимента просто перезагрузим страницу. Она сама открывается, загрузка, быстрая, огромнейшая модель, огромнейшая. Почти 800 метров дом, но загружается мгновенно, сама начинает работать, крутится, вертется, привлекая внимание посетителя, побуждая туда зайти и пойти ходить гулять. Практически как видео показывается. Да, очень здорово якорить внимание посетителя либо сайта, либо посетителя выставки, если эта модель на настольном интерактивном столе крутится, вертится. Внимание якорится тем, что что-то двигается. То есть и для заказчика это просто. Когда мы нажали вот сюда play, она будет двигаться бесконечно. То есть это бесконечный ряд, который останавливается только тогда, когда мы нажимаем на него клик. Либо, если это интерактивный стол, пальчиком остановили и пошли гулять. И, кстати, было замечено, что те команды, компании, которые заранее побеспокоились перед выставкой и сделали такую 3D-модель и уже разместили на интерактивном столе на выставке, они очень здорово собирают толпы народа около этого стола. Потому что людям нравится ходить бродить, и когда они останавливаются, они ходят бродить, нажимают на интерактивные метки, читают там информацию, удивляются, и с ними можно завязать уже диалог о том, что вы тут делаете. Я просто думаю, сравниваю даже с видеороликами, которые располагаются, здесь появляется интерактив, а можно ли, чтобы сразу не общий вид, а вот подгрузилось и сразу показывать, сразу поехало по интерьерам, например. Или оно сначала общий вид показа, только потом вылетает? Можно сделать как угодно, потому что сценарно вот это все мы разрабатываем заказчику, как ему нужно. То есть мы можем отключить вид сверху, его может быть не быть. Вид сверху, он же как-то впечатляет, из-за этого он же смотрится? Да, да, мы его всегда вставляем, потому что людям нравится этот вид сверху, и после этого мы влетаем как бы в пространство. И сразу понимаешь, что ты везде можешь пикарить. Да, 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 это на самом деле очень здорово, это такой юзер-френдлик, как мы называем. Но в любом случае сценарно мы проговорим это заказчикам, куда мы заходим, на что мы должны сделать акцент, или наоборот, куда мы не заходим, ни в коем случае. Например, если это какой-то большой шоу-рум, и, например, все везде красиво, но один уголок недоделанный, поэтому мы туда не заходим, его не видно. Тоже упомяну, что для работы этих моделей интернет должен быть всего лишь от 500 килобит. Всего лишь. Если вас уже заинтересовала эта тема, можете переходить по ссылке в описании, посмотреть, что это такое, примеры подробнее, ссылочки посмотреть, все остальное, переходить по ссылке. А еще какие ниши? Вот сейчас выставки мы разобрали, какие еще есть примеры? Для какого бизнеса это подходит? Огромный интерьерный салон «Аквариус» в Санкт-Петербурге, прекрасный, 2000 метров. Этот тур мы сделали за 48 часов под ключ. У нас была задача максимально, как говорится, сделать качественное, максимально быстро. Это наш слоган. Это реально, это возможно. Пожалуйста, мы включаем эту ссылочку, она сразу начинает продавать себе, то есть она работает, крутится, вертится, мы ходим, бродим по сценарию, но при этом мы всегда можем остановить и пойти смотреться по своему маршруту. Вот мы, например, доходим до крайней комнаты, и разумеется, мы как посетитель понимаем, что здесь есть что-то красненькое для нас приготовленное, и мы нажимаем и открывается канал Аквариус Володя Маскаленко, которому рассказывает. Это же прямо здесь можно и подписаться. Да, мы можем это развернуть на весь экран, можем отключить звук, то есть весь интерфейс Ютуба прямо здесь, а можно просто свернуть и уйти к другой метке. А она что, автоматически подгружается при направлении мышки? Мы можем это настроить, как захочет заказчик. Можно по клику, можно автоматически, можно со звуком, можно без звука, можно со ссылкой сверху, можно без ссылки, то есть достаточно гибкие варианты настроек. Слушайте, вот сказал, вы можете делать быстро, а вообще когда это требуется, в каких случаях? Это нужно для того, чтобы привлечь побольше посетителей на стенд-выставки, делать таким образом. В первый же день мы делаем трехмерную модель, с утра второго дня она размещается на сайте компании, привлекает посетителей посетить данный сайт, данный стенд, и таким образом она привлекает внимание. То есть можно еще до выставки уже показать виртуальную модель? В идеале, да, если мы делаем виртуальную модель в последний день застройки стенда, то в первый же день выставки мы уже отдаем с утра с самого эту модель на сайт заказчику, он сразу вешает новости, и она сразу начинает привлекать внимание, приходите к нам на выставку, вот наш стенд, вот он крутится-вертится, вот как бы здорово мы позиционируем, это здорово отстраивает от конкурентов. Вот, например, продемонстрирую тоже, автовыставка была в Крокусе, пожалуйста, компания интересная, она занимается тем, что там реставрируют машины, из современных делают такие олдскульные модели, причем мы им сделали реальный виртуальный шоурум, вот у них нету такого шоурума нигде, это фактически очень крутые ребята, но у них крутой гараж, скажем так, и мы сделали общий план, и мы сделали, вклеили туда еще отдельные модели этих машин, потому что мы их снимали отдельно, то есть вот у нас отдельный тур по этой машине, вот мы можем внутри крутить-вертеть, мы нажимаем сюда, переходим отдельно на тур по машине, вот мы ходим-бродим, вот мы даже заползаем в нее, вообще, да, тут все дорого-богато, карелочка, кожа, карельская береза, и это очень помогает им продавать, то есть смотрите, теперь они просто рассылают своим потенциальным заказчикам по базе вот эту уникальную ссылку, вот она получается, копировать, вставить, это улетело, и когда заказчики принимают такую ссылочку у себя на телефоне, они видят вот это, красиво загружается, происходит, скажем так, путешествие по машине, мы можем перейти на сайт компании, всегда вот здесь есть параметры, данные этой команды, телефончики, то есть все, пожалуйста, все есть. Снимали Rolls-Royce на автовыставке, разбавляет классный обзор от Давидовича, Rolls-Royce, сняв вот так, например, какой-то объект, машину, разместив на нем интерактивные материалы, мы рассказываем целую историю, мы позволяем человеку пройти, посмотреть, поиграть, исследовать, это целая медийная история продукта, это очень здорово. На автовыставке никого в Rolls-Royce не пускали, но... Не пускают? Ну, слушай, это же Rolls-Royce, там у него небо в стразах, вы что, не видели небо в стразах? Сейчас мы его покажем, мы сняли это небо, заходим, открывается модель трехмерная с салона Rolls-Royce, она начинает автоматически работать в самете, то есть я вот ничего не нажимаю, само все начинает происходить, останавливаем, можем покрутить здесь, но нам же нужно большой формат, раскрываем на весь экран и, пожалуйста, вуаля, вот у нас салон Rolls-Royce, мы можем все рассмотреть наше небо в стразах. То же самое можно сделать и для каких-то крупных объектов, связанных с промышленностью. Например, прекрасно эта технология используется и для демонстрации трактора, комбайны, автобусы, самосвалы, что угодно. То есть, если нужно просто грамотно показать объект, рассказать про него, пожалуйста, мы его со всех сторон сняли, отсканировали, заползли в самые такие мелкие уголочки, где нужно показать узлы. То есть, вот здесь заказчику было важно показать, что трактор стоит вот так асимметрично на возвышенности этим колесом. И здесь вот нужно было написать, что это вот мосты с блокировкой межколесного дифференциала. Пожалуйста, все сделали. Здесь ему нужно было обойти и сделать акцент вот на этом узле, например. Вот здесь ему нужно было этот акцент вот на этом узле. Пожалуйста. И здесь еще классный кейс зашел для промышленности. Это мы можем создавать не только, например, рекламную модель продукта, но еще и эксплуатационную. То есть, один раз отсканировав пространство или какой-то объект, мы одну копию делаем рекламную, а вторую, например, копию данной модели мы делаем эксплуатационную. И в эти метки мы закладываем уже не рекламный продукт, а, например, инструкции по эксплуатации, там, сервисное обслуживание. То есть, заказчик платит один раз, а получает две разные ссылки уникальные с разным, получается, наполнением. И это, конечно же, очень нравится. Данная технология, данное позиционирование, она ни в коем случае не отрицает фотосъемку, видеосъемку. Это все то же самое нужно. Но она очень удобно упаковывает. То есть, мы создали виртуальный тур чего-либо, красиво показали. Виртуальный тур размещается по ссылке, по одной короткой ссылке. Она ничего не весит, не загружает никакие ресурсы, ни компьютера, ни телефона, ни памяти, ничего. В нее, в интерактивные метки, мы вставили все, что есть у заказчика. Классные промо-видео, классные фотографии, классные коммерческие предложения, ссылки там на прайсы, на что-то еще. Это же бомба. Рекламная бомба от нашей команды. Самое главное, что эта бомба скоро станет обычным инструментом. Мне кажется, ну реально, это надо, это как всегда можно не успеть, вот сейчас надо это делать. Потому что потом это будет у всех. Покажу еще очень классный пример, как мы сделали маленький уютный ресторанчик в Петербурге, Кавказбар. Чтобы заказчику особенно понравился вот этот эффект, когда мы улетаем наверх, смотрим сверху, крутим верти, заходим в пространство и уже путешествуем по нему. Посетителю очень удобно использовать такую тур для цели выбора и места, где провести мероприятие, и выбора столика. Можно пройтись, посмотреть, можно увидеть название этого стола, то есть номер, телефон, позвонить в ресторан, забронировать. Также мы версию бронирования столов расширили еще одним сервисом. Покажу на примере другого ресторана, ресторан Далма. И мы видим, что около столов здесь располагаются также метки. Нажимая на метку, мы видим, что есть ссылочка, побуждающая сделать бронирование столика. Забронировать столик, нажимаем, и оказываемся в сервисе Аристоклаб интерактивное бронирование стола. На самом деле, по аналогии с ресторанами, данная возможность, данные виртуальные туры, они очень хорошо используются и в отелях. Точно так же бронирование номера. В номере можно красиво разместить метки на каких-то ключевых особенностях этого номера. Это можно оставлять прямо заказчику, гостю этого отеля. На выставке Moscow Bot Show мы сделали потрясающую работу для наших заказчиков. у них была потрясающе красивая яхта на стенде. Мы сделали виртуальный тур по яхте. Залетаем в яхту, ходим-бродим, заходим внутрь. Я уже знаю, что с помощью данной модели они получили два заказа на данную яхту в Москве. Это было на выставке. После выставки они разослали данный тур своим заказчикам, с которыми они познакомились на выставке. И у них уже есть два заказа только благодаря такому хорошему представлению своего продукта. А заказчики вообще бывает такое, что информацию не предоставляют или какую-то совсем еле-еле по этим меткам? зависит от инновационности подхода заказчика. Если он понимает, как это будет использоваться, его маркетинговый отдел понимает, что это мощный инструмент, то, как правило, мы получаем в этих метках очень хороший интерактивный контент. Мы понимаем, что вот эта яхта это фактически целая история такая, медийная продажная повторюсь история про продукты. Это очень интересно. Здесь и видео классные. И можно зайти все посмотреть и еще посмотреть, как мы классно сделали. Мы умеем делать ракурсные, мультиэкспозиционные варианты съемок. Обратите внимание вот на эту часть. Видите? Раз, оно исчезло и превратилось в сидение. То есть, мы можем раздвигать пространство, показывая, как оно может трансформироваться. Это очень классно и для целей яхты, и для каких-то механизмов, для автобусов, там чего угодно. Я просто еще подумал, а интернет-магазины, которые там продают какую-нибудь электронику в большом количестве, дрели всякие, там пылесосы. Вот мы про шоурумы говорили, как им это все реализовать? У них, например, шоурума нету. У нас было продумано развитие использования данной технологии, и мы назвали это виртуальный шоурум с функцией мультиэкспозиции. Это вообще бомбическая штука. Значит, мы ее уже испытали несколько раз в действии, она реально работает, круто работает. Давайте я продемонстрирую. Например, вот салон пастильного белья. Вот у нас есть один вариант белья, вот у нас второй вариант белья, вот у нас третий вариант белья. Если шоурум позволяет, мы можем сделать различные варианты и стен, пола. Если это, например, предметы мебели, то мы можем один диван отсканировать, убрать, поставить на его место другого диван. И таким образом получается, мы можем сделать двойную и тройную экспозицию товара. Это в существующем шоуруме. Если шоурума нет большого, как идея, снимается пространство, делаются стенки из ткани, из гипрок и что-то простого, туда приводится товар, выставляется. Причем, используя мультиэкспозицию, мы можем, например, в ограниченном пространстве сделать две-три экспозиции. То есть, занесли первую экспозицию товара, расставили все красиво, мы все отнесли новую экспозицию, новый товар, которого еще не было. Мы все отсканировали и потом, соединив модели, мы получим, что посетитель этого виртуального тура гуляет. Один шаг, у него одна экспозиция, второй шаг, вторая экспозиция. Тем самым, получается, заказчик покажет ему весь товар максимально эффектно, креативно и при этом недорого, даже не имея шоурума. Для недвижимости. Значит, очень хорошее направление, помогающее продавать объекты недвижимости. Вот смотрите, прекрасная модель квартиры. Заходим, исследуем пространство. Здесь можно разместить интерактивные метки, рассказывающие о том, какие здесь хорошие материалы строительные применялись, какие здесь хорошие потолки, какие здесь хорошие трубы, например, да сколько это стоит, квартира. К сожалению, пока еще основная масса в России очень инертна, держится за то, к чему привыкла. Но мы двигаемся вперед, мы предлагаем в России новый рекламный тренд. мы уверены в том, что эта технология будет стандартом отрасли абсолютно для любой рекламы и недвижимости в том числе. Представим ситуацию, есть заказчик, у него есть 10 миллионов, ему нужно потратить на инвестиционные цели вложить в квартиры. Например, у него есть задача потратить на 5 квартир. Чтобы их выбрать, нужно как минимум 20 посмотреть. Это же ужас! Это же сложно! Намного проще, если попадается креативное современное агентство, которое говорит «отлично, мы подберем по своей базе квартиры, и мы сделали виртуальные туры по этим квартирам, они нового поколения, нового качества, вы все идеально увидите в пропорции, в геометрии, с цветами, все. Посмотрите, и те, которые вам понравятся, мы поедем смотреть». И вот здесь я вам должен сказать абсолютно уверенно, что мы просто уже имеем такой фидбэк. Заказчики говорят вот что. Спасибо, что подошли так к делу, дали нам возможность из большого количества заказов квартир выбрать то, что реально нам хочется виртуально, потому что, когда мы поехали с вами смотреть эти три квартиры, мы ехали просто проверить, нет ли там чего-то совсем страшного. Но мы поехали уже их покупать. Данные продукт, он в разы ускоряет возможность покупки недвижимости. Эта технология просто семимильными шагами в Америке и в Европе идет. Просто семимильными. Причем недвижимость там идет как бы вот основным таким фронтом. А есть какие-то все-таки недостатки у этого продукта? Потому что все сейчас шибко идеально. Единственный, скажем так, недостаток, который, наверное, ей озвучивался, и вот он ставился как бы как сомнение вызывал, да, нас просили, ну, хорошо, давайте мы сделаем такой тур, сколько он весит? Нисколько. Почему? Потому что он хранится на посылке на серверах. На наших? Нет. На наших. То есть мы не выдаем данный продукт на сервер заказчика. Это некоторыми заказчиками воспринималось как минус. Но когда заказчики спрашивали своих маркетологов, это нормально, что нам не выдают продукт самую тяжеленную модель, а нам выдают всего лишь ссылку. Маркетологи, как бы, айтишники говорили, что в принципе нормально, потому что сейчас все идет в облако. И сейчас намного, скажем так, проще и выгоднее проверить контрагента, проверить технологии, проверить подрядчика, довериться ему в некоторой ситуации, что да, он будет работать, не закроется и так далее. и сделать на вот этой технологии этот продукт, чем строить у себя сервер, поднимать у себя программу, обучать своего сотрудника по обслуживанию этой программы, потому что никто из стороннего сервиса не будет ездить по звонку и восстанавливать сервак, или удаленно, хорошо. Это все уже архаизм. Был заказ на создание интерактивной модели Ленкольна, у них есть шоу-рум, у них есть прекрасные машины, но они используют для продажи вот именно эти модели, они помогают продавать. Эта модель, она размещается на сайте, она размещается по ссылке, отправляется через все телеграммы, мессенджеры, смс, то есть ей легко пользоваться. Она лучше, чем сайт. Многие заказчики на самом деле, видя этот весь продукт и говорили, о, классно, если я размещу вот сейчас так вот это у себя на лендинге, у меня есть получается полноценный трехмерный продукт по моему пространству, по моему там заводу, по моему там объекту, да, какому-то там, мне фактически на сайте, и все, и у меня все есть. Причем сайт на самом деле сделать сложнее, чем сделать нам трехмерную эту модель, если честно. Ну, реально. И она встраивается в любой движок, и тильда, и там, в WordPress, куда угодно. Хочу показать еще один из примеров, как, например, можно использовать для обучающих целей. Прекрасная европейская компания, английская, 350 лет компания, занимается выпуском системы отопления, котлов, автоматики. Познакомились на выставке, ей очень понравился наш продукт. Кстати, мы уже его показывали, это как раз вот модели с котлами на выставке. Дальше они нас пригласили на свой учебный центр, где мы сделали учебную модель их учебного класса. Пожалуйста, подробнее на сайте скачать PDF-презентацию и так далее. Причем, заметьте, как сделано. У нас, мы можем делать мультиэкспозиции, то есть мы можем подойти к котлу, кожух закрыт, подошли, он открылся. Здорово. И дальше мы можем рассмотреть все внутренности. Данная фишка помогает как раз очень интерактивно показывать внутренности устройств. Вот просто котлы, мы подошли, открылся. Мало того, мы хотим посмотреть вниз. Опа! Пожалуйста, мы осмотрим подключение. Покажу еще, как торговые центры могут это здорово использовать. И вот мы, например, залетели в начало зала и пошли гулять. И вот мы, например, видим, что около каждого отдела есть интерактивная метка. Можем перейти на ее сайт. Либо, если, например, сделали заказ нам на съемку именно этого отдела, мы можем его снять и вклеить. И вот это так будет выглядеть. Показываю, переходим на другую страничку, где эта модель уже снята в полном виде. То есть, есть у нас интерактивные метки о компании Dolce Porte. Есть уже какая-то информация о отзывах. Есть какая-то еще полезная информация. То есть, мы можем, получается, создавать интерактивные такие модели больших торговых строительных центров и размещать в них уже информацию об арендаторах, кто располагается в данном комплексе. Это тоже очень хороший кейс и он сейчас развивается очень здорово и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и вообще в регионах. Еще хочу показать другие варианты использования. Например, галерею уличного, скажем так, искусства на Рубинштейна в Петербурге. Пожалуйста, автоматический сценарий. Мы видим, как бы, владелец галереи стоит задумчивый. Мы показываем, куда мы дальше поведем. Это последний этаж старого фона, старого здания. Там у него картина галерея. Он так нам помогает, он говорит, понять, куда нам нужно двигать. И дальше мы начинаем движение по этим дремучим интересным лестницам. Можем остановить, это не видео, мы можем делать что угодно, останавливаем, сами идем пешочком, или можем нажать на вид сверху, перелететь прямо в пространство, оказаться тут, походить, погулять, просматривать картины. Это очень классно, очень здорово. Качество позволяет именно рассматривать. Любые выставочные пространства могут с помощью такого виртуального тура сохранить выставку на века в архиве. Можно даже дальше делать к ней доступ за денежку, что тоже мы разрабатываем. Это очень классный кейс виртуальной экспозиции. Для, например, творцов, художников, скульпторов, кто располагает свои предметы на выставках, для них это является очень важным инструментом. Они один раз выставились на галерею, мы это отсканировали, передали, например, им продукт такой, и они могут теперь всегда показывать, как их произведение в интерьере выглядит. И вообще, если выставки переезжают по географии из города в город, это скорее, наверное, не для посетителей, а это чисто кидать ссылку, разместиться в каком-то музее или выставочном пространстве, чтобы смотреть, как это выглядит, вот так вот круто, вот такие объекты, так с ними взаимодействовать, все это интерактивно, понятно, и, естественно, их будет соглашаться, чтобы они участвовали в этом. Да, да. Еще продемонстрирую, например, кейс для спортклуба. Очень классный вариант, тоже спортклуб, большое пространство, там нужно показывать, рассказывать, в идеале создавать игровую, информационную модель, на каждом тренажере, для чего тренажер как бы нужен, это модель наших европейских коллег, поэтому на английском языке, мы сейчас ведем как раз тоже переговоры с сетевыми клубами на съемку, спортом занимаются, как правило, люди из молодого среднего возраста, они все как бы активно используют современные гаджеты, им нравятся новые технологии, и им очень удобно, когда у них есть ссылочка, он может всегда просто зайти, подойти к нужному тренажеру виртуальной модели, посмотреть, как правильно им пользоваться, если там будет записан видеоролик главного тренера этого спортклуба, это же очень удобно, вот я бы точно этим пользовался. Как раз можно показать всех тренеров по очереди, потому что очень часто приходят в клуб конкретно, вот там крутые тренера, там такие-то вот, кто-то боксу, кто-то еще по фитнесу, йога там. Это очень классный кейс для спортклубов. Упаковка кучи смыслов в пространстве. Да, 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 в игровом таком формате, да, плюс ко всему, это же можно крутить и на телевизорах самого спортклуба, потому что получается, это модель, если мы ее запускаем на плей, нажимаем, она бесконечно крутится, то есть это со всех сторон удобная модель. Хочу еще продемонстрировать очень классное направление для медицинских центров. Ну, реально важно, то есть если мы хотим показать пространство, вызвать доверие у людей, показать, что хорошее оборудование, хорошая локация, все чисто, красиво, плюс в интерактивных метках над каждым, например, каким-то специализированным оборудованием, устройством поместить информацию о том, а что оно делает, а сколько это стоит, а видео интересно записать о том, как это все происходит. Это тоже повышает лояльность, снимает лишние вопросы. Хочу еще сделать акцент на том, что данные виртуальные туры, они по своей сути, да, очень удобные, очень интерактивные, но они получили, скажем так, еще больше распространения и применения, когда мы поняли, что очень здорово можно интегрировать ссылку на виртуальный тур в QR-код, причем в активный. И что получается? То есть, теперь, когда мы хотим удивить своих заказчиков, я просто говорю, пожалуйста, наведите просто фотокамеру на этот QR-код. Заказчик наводит фотокамеру на QR-код, у него автоматически в этом QR-коде наша интерактивная рекламная модель, которая автоматически начинает воспроизводиться, она у него открывается на телефоне и начинает все работать. Это означает, что данные QR-коды с виртуальными турами этих моделей пространств, клиник, спортклубов, объектов, автомобилей, трамваи, все, что нужно пререкламировать, заказчик размещает на QR-кодах, их размещает в печатной продукции, каталог, наклейки, баннеры, все, что угодно. И таким образом получается, мы совмещаем онлайн ссылка, на которую нужно кликнуть, и должен быть интернет, и оффлайн печатная продукция. Это безумно удобно, это безумно здорово работает. То же самое недвижимость. Ну вот реально заказчики, которые уже воспользовались вот таким сервисом, они реально говорили, что очень удобно, когда есть каталог недвижимости, и там на каждом объекте есть QR-код с виртуальным туром, ведущим внутрь. Таким образом, мы получаем и печатку красивую, тактильную, и в ней интерактивный QR-код, то есть это вин-то-вин, то есть вообще все выигрывают. Все ускоряется, всем все нравится, и это очень здорово работает. Ну вообще есть альтернатива, что сейчас популярно, когда, ну там нужно дополненная реальность, когда нужно скачать приложение, человеку навести, и здесь возникает видео прикрепленное, ты там поворачиваешь, а оно прикрепленное, его можно посмотреть, но с другой стороны это гораздо, ну это большие затраты, и здесь, ну как бы, QR-код это легче открыть, и у тебя все в одном месте в этом виртуальном туре. Ну то есть это разные инструменты, просто здесь оно более доступное получается, вот если сравнить. мы тоже анализировали, что стоит, скажем так, расширить вот в нашем сервисе, да, в нашем позиционировании данного продукта, да, мы поняли, что на данный момент дополненная реальность, вот которая сейчас, как бы, существует, она не настолько сильно ускоряет процесс продажи, и в ней нету такого количества, скажем так, микроинструментов, которые помогают и рекламироваться, и быстрее продавать, и показывать больше информации, там просто вау-эффект, там просто вау, да, здорово, если нам было не лень, если мы, мы скачали приложение, и мы, как бы, навели, и у нас там, да, появилось видео, ну в лучшем случае, что я делаю, да, я вижу, что да, видео включилось, ну и ладно, и все, и закрываю его. Но, когда я понимаю, что мне сгрузили ссылку или QR-код, я сам считал, причем приложение ставить не нужно, в камерах, в современных фотокамер, как бы, да, в телефонах, уже встроено приложение, которое считывает QR-коды самого, это очень удобно. Так вот, я понимаю, что если мне выдают продукт, в котором в одной ссылке заложено абсолютно все, пускай там может быть нету дополненной реальности, зато там много полезной информации, то это для меня более ценно, чем просто на визитке откроется окошечко. Ну и единственное бы, все-таки, чтобы мы не клеймим дополненную реальность, это супер технология, если нужно там примеривать шапочки или вставить мебель, смотреть, как она будет в интерьере, это супер просто. Это просто мы про другое, другой инструмент для других случаев. Да, да, согласен. На данный момент мы сделали ставку на QR-коды, и я просто вижу, исходя из того количества объекта, которые мы сделали, что нашим заказчикам, они, как правило, спрашивают так, ух ты, здорово, сколько стоит? Я говорю, бесплатно. Они такие, да нет, нет, мы заплатим. Да не надо, это бесплатная тема QR-коды. Мы им просто подсказали идею, а вы уже как бы сами дальше ее используете в своих продуктах. Так что это заказчикам очень нравится. Пожалуйста, прекрасный пример, как можно красиво снять ландшафт загородного участка, коттеджного поселка, чего угодно. Можно рассмотреть красоту ландшафта, можно около каждого кустика поставить нужную информационную табличку, описывать свое растение. Мало того, мы можем снимать ландшафт в разных условиях освещения. Мы можем снять днем, на рассвете, на закате, и это будет точно так же доступно, как и мультиэкспозиция. То есть, вот шаг сюда, это дневное освещение, шаг в сторону, это ночное освещение, да. Вот это очень эффектно, получается, мы очень красиво можем это делать. Поближе к дому, это будет красивый день. Вот, у нас снова, снова вечерок. Ландшафтные съемки, они, получается, объединяют вокруг себя все, что стоит на ландшафте. Это и коттедж, это какие-то красивые арт-объекты, может быть, какие-то экспозиции креативные, уличные, тоже можно сохранять, как в какой-то выставке, да. И раз уж мы коснулись этой темы, я покажу, я бы сказал так, венец творения этой упаковки, этого продукта. виртуальный тур, получается, упаковывает и объединяет в себе все существующие технологии, видео, фото, рекламы, да. Но мы пошли еще дальше, мы решили, что, наверное, нужно попробовать упаковать еще и виртуальные туры. Эту технологию назвали SkyTour, такое фирменное название. Мы видим большое, красивое пространство, вид сверху. У нас есть выпадающее меню, в котором есть объекты. Мы можем по этим объектам перемещаться. Также у нас висят стикеры в воздухе. Мы можем нажать и очень быстро оказаться там, а оказавшись там, мы видим, что на земле есть интерактивный активный элемент. Он подсвечивается зеленым цветом. А теперь мы нажимаем на него и оказываемся в уже старой знакомой нашей арт-галерее Ильи Вереска. То есть, получается, если это коттеджный поселок, мы снимаем коттеджный поселок сверху, делаем переходы из одной локации в другую и заходим, получается, внутрь коттеджей. Если это, например, шоурумы в городе, то мы сделаем вид сверху, показываем на этой карте вид сверху эти шоурумы и точно так же заходим, заводим посетителя внутрь этих шоурумов. Также это можно делать переходы между городами. То есть, если это, например, один город, тут же в воздухе может висеть надпись там Москва, Казань. А потом между странами, между планетами и в космос. Да, абсолютно верно. И вот это решение, оно объединяет, получается, еще и виртуальные туры для наших заказчиков. И это все реально очень быстро работает. Зачем нам показывать сверху? Человек может сразу видеть территорию комфортную, видно там обустроенное все, ландшафт, посмотришь, есть детская площадка, потом зайти в определенный тип дома, посмотреть, что внутри, и все это объединено одной ссылкой. Это очень удобный инструмент. Получается, одна ссылка скай-тура видит сверху на все, залетаем внутри, вот даже сейчас я демонстрирую отель, новый открывшийся в Петербурге, проходим по всем номерам, и у нас здесь тоже есть своя одна уникальная ссылка, вот, пожалуйста, поделиться. Мы ее сохраняем у себя, и у нас есть конкретная ссылка именно этого объекта, этого отеля. Можем развернуть на весь экран, можем сделать, как бы просто сохранить, где вам удобно. Такое ощущение возникает, наверное уже об этом говорили, что если у нас много всего, что это просто очень много информации, все будет жутко тормозить. Что у нас насчет вообще скорости всего этого, почему, например, не тормозит? Ну, она реально не тормозит. Это основано на, во-первых, быстрейших, мощнейших серверах, а второе, на адаптивном алгоритме подгружения качества. Когда мы открываем с телефона, у нас подгружается мобильное качество. Там нету большущего, гигантского разрешения, которое позволяет сильно увеличивать. Но если мы подгружаем полноценную декстопную версию, то мы можем увеличивать очень сильно. Да, пожалуй, все. Вот на этих двух базовых китах основано на том, что быстрые сервера и адаптивный алгоритм очень четкий. Суперкейс для дизайнеров, для тех, кто купили новую квартиру, для монтажных бригад, которые начинают работу над строительством, реконструкцией, или ремонтом нового объекта. Итак, у нас есть квартира. Дизайнер и заказчик начинает собирать бригаду, кто будет делать отделку, электрику, вентиляцию, отопление. В чем идея? Мы приходим, сканируем это пространство, а дальше вешаем на коммуникации, которые проложены, интерактивные метки. Вентиляция, кондиционирование воздуха, подрядчик такой-то, телефон такой-то. Это касается всех инженерных ключевых узлов данной квартиры. щитритые питания, все рассказано, показано. Телефон дизайнера, ссылка на его сайт, на его почту, куда угодно. То есть, таким образом, мы создаем вот такую рабочую модель нового объекта, чтобы можно было гибко работать и с подрядчиками по квартире, и чтобы дизайнер мог очень удобно коммуницировать с заказчиком при работе с планировкой. Например, они обсуждают, около какого окна нужно, допустим, возвести какую-то стенку. Одно дело, да, это четежи, заказчики не любят разбираться в автокаде. Намного проще, когда скинуть такую модель и сказать, вот, опять же, вспоминаем, что у нас есть ракурсные ссылки, нажимаем У, получаем ракурсную ссылку на конкретный узел, на конкретное окно и начинаем обсуждать. Это первое использование при новой квартире. Дальше, очень важный кейс, который я хочу отразить, это кейс замеров. Вот эта квартира была передана застройщикам уже новому покупателю. Для того, чтобы эту квартиру превратить в 3D-объект для автокада, для работы по перепланировке, его нужно весь образмерить. То есть, никогда покупатели не верят тем размерам, которые им предоставляют застройщики. Им нужно заново образмерить все, передать дизайнеру, а уже дизайнер размечить эти размеры в программе автокад, там, ревит, рекап и так далее. Так вот, если это делать стандартным путем, с помощью лазерных рулеток, это долго. И заказчику всегда или дизайнеру очень важно иметь вот эти расстояния от коммуникаций, проходы фановых труб, батарея, откосы, какие-то перепады высот, которые, например, в проектной документации не отражены. Мы изначально, когда мы сканируем пространство, мы создаем так называемое облакоточек. Облакоточек это некрасивая инженерная модель, трехмерное пространство, в котором абсолютно все имеет свои размеры. И мы изначально уже идеально знаем, какого размера, вот, например, вот эта стена, какого размера вот эта труба, вот этот провод, потому что у нас это в модели как у облакоточек все уже есть. И мы передаем данный облакоточек дизайнеру в работу. Он это очень быстро, легко импортирует свою программу, ему не нужно делать больше замеров. У нас уже были заказчики, которые пользуются нами как вот именно замерщиками, то есть не рекламщиками, но два направления, рекламная и инженерная. И они были очень довольны, потому что вот чтобы было понятно, предметно, да, эта квартира около 140 метров, мы ее замерили, физически находились на объекте около 30 минут всего лишь. Готовую модель образмеренную мы выдали через 8 часов. Причем эти размеры были с точностью до 1 миллиметра. Когда получаем заказ, я спрашиваю, какая точность вам нужна, потому что точность мы можем регулировать настройками своего сканера. Мы можем добиваться точности размера бугорка краски на стенке, это вот столько, чуть-чуть. Но реально точность погрестности всего лишь 1 миллиметр. Так что для расчетов это все в очень хороших допусках находится. Данный кейс мы точно так же предлагаем для работы со строителями, с дизайнерами, с компанией, которая занимается техническими, строительными, восстановительными подрядами, потому что ладно, это новая квартира, а ведь давайте подумаем о том, сколько у нас исторических памятников разваливается. Мы можем зайти внутрь этого исторического объекта, отсканировать полностью все его, штукатурка, красивые липы, ленина, красивые какие-то элементы декора, и потом это можно если что восстановить, потому что наша трехмерная модель, она идеальна с точки зрения восстановления в архитектурных программах. Еще это очень важно для архивации. Какие-то элементы у нас, я знаю, сейчас в государстве есть тренд, скажем так, оцифровки, все нужно замерить, все нужно оцифровать, все нужно, чтобы было посчитано, запротоколировано. Прекрасно. Данная технология цифрового 3D-сканирования, она реально решает все эти задачи. Все. Мы от самых маленьких деталей поднялись аж до космоса, и вообще все эти примеры перечислили для того, чтобы вы могли представить, предположить, тут немножечко нужно подумать, как это можно применить у вас. Поэтому мы такую разную совершенно нишу затрагивали. Если вы хотите посмотреть подробнее об этой технологии и примеры, пойти по ссылочкам и посмотреть и подкрывать у себя на мобильнике, переходите по ссылке в описании и вы все увидите. Продолжение следует...